МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А так как это не предполагает формирование юридического лица или какой-то организационно-правовой формы, то есть это добровольное объединение в статусе ассоциации при торгово-промышленной палате, и фактически оно существует. Уже есть. Вот эта ассоциация, которая при торгово-промышленной палате теперь будет работать, она образовалась когда? То есть правильно ли я понимаю, что коронакризис, грянувший в марте, в апреле, как раз стал таким катализатором объединения? Я бы, наверное, чуть глубже в историю посмотрел, потому что первые зачатки этого объединения возникали еще в феврале, когда мы начали обсуждение с сообществом розницы тематической по введению маркировки. И, соответственно, невозможность использования налоговых режимов, на которых они работали, поэтому потребовалось пересмотр, вернее, введение особых налоговых режимов для ряда предпринимателей, которые занимаются торговлей обувью в том числе. Вот тогда такие вот задатки этого сообщества начали возникать, ну, вот по моим ощущениям, да, потому что мы тогда собирались, обсуждали, готовили цифры, но это было такое очень локальное сообщество. В формате, наверное, круглых столов каких-то, что-то такое было. Да, да, и надо сказать, мы же добились как бы результата, то есть эти сниженные ставки по этим направлениям торговой деятельности были приняты. Ну, а, собственно говоря, там уже формирование большого сообщества, я думаю, здесь Юлия у нас как раз стоявшая у истоков этого процесса, она вспомнит дату. Много ли вообще предпринимателей присоединилось именно вот за время пандемии? Вообще, вы знаете, вот буквально за два дня до закрытия, вот Андрей Леонидович, мы с ним созванивались и как раз разговаривали о том, что вот грядет, ну, какие-то перемены, да, и он говорит, давай, организуй, попробуй сделать какой-то такой чат, да, и мы туда будем скидывать всю информацию, которая там необходима, будем как-то обмениваться опытом. Я как человек, как предприниматель и достаточно давно живущий там на два города, я не очень сильно в тусовке, вот, но решила, что думаю, ну, в общем-то, наверное, несложно мне это будет это все сделать, да, основных я там игроков, так скажем, нашей крупной розницы знаю, вот, закинула им предложение, так стали люди набираться, потом в свои соцсети закинула, кому интересно, но мы сразу же ограничили, что это будет вот именно специфика, касаемая розничной торговли, находящейся в торговых центрах, да, чтобы у нас было такое ограничение, чтобы у нас было это не общество такое вообще по интересам, да, по разным, вот. Поэтому объединились мы достаточно быстро, мы где-то в районе 28 марта, вот как раз, когда нас закрыли, нас уже было под 100 человек, и надо признать, вот наше вот это вот такое объединение, так скажем, да, в WhatsApp, оно было одно из первых. После этого вот стали уже очень-очень много, я думаю, что там все состоят, в каких только группах не состоят, я сама состою и в общепите, и в рестораторах, и там в других каких-то чатах, да, но вот мы были одними из первых, и, в принципе, потом, когда мы уже много вместе прошли, я особо сильно не добавляла в этот чат людей, потому что, ну, мы приняли такое решение, что мы, в общем-то, пока остановимся, и достаточно активное у нас сообщество собралось, не хотелось бы, чтобы были какие-то люди, которые там отсиживаются в этом чате, куда-то копируют какие-то данные и все прочее, ну, то есть нас, конечно, этот кризис проверил всех, вот, и у нас остались достаточно все активные, вот, те, кто готовы принимать какие-то решения, делиться опытом достаточно открыто, потому что предприниматель, я думаю, тут меня поддержит такой человек, который достаточно закрытый, да, и если у меня что-то прет, я вряд ли буду делиться этой информацией, да, для того, чтобы у других тоже перло, вот, но если здесь, с этой точки зрения, мы, конечно, нам этот чат, во-первых, дал то, что мы, благодаря, вот, опять же, Андрею Леонидовичу и информацию, которую мы получали одни из первых, когда мы могли очень быстро реагировать, мы даже некоторым торговым центрам пересылали постановление, то есть они еще их не получали, а мы уже им пересылали, спрашивали, каким образом мы действуем дальше, вот, мы все-таки, конечно, там, заявили, так скажем, одни из первых, опять же, о себе, о том, что мы, во-первых, существуем, да, что та подушка безопасности, о которой говорилось изначально, я лично о ней узнала 28 марта, вот, поэтому-то как-то не успела ее создать до этого особо сильно, вот, мы заявили о том, что мы есть, что нас немало, что у нас есть свои проблемы, что нам необходима информация, потому что в самом начале мы были в вакууме, многие с рабочих мест ушли, ну, буквально на несколько дней, ну, максимум на неделю. Но никто не предполагал, конечно, что вся эта ситуация как продлится. Да, конечно, да, что это все будет, там, до трех месяцев, поэтому, в общем-то, конечно, мы в этом плане были информированы, и нам хотелось эту информацию получать. Ну, вы смотрите, да, ну, понятно, несчастье объединяет людей, то есть все в какой-то степени, там, варились в этом, у всех были одни проблемы, которые приходилось решать, после того, как кризис закончится, все из этого выберемся, останутся ли эти люди, то есть будут ли они уже так активно делиться информацией, решать какие-то проблемы, если решать, то какие? Я думаю, что здесь тоже меня Андрей Леонидович поддержит, много мы с ним на эту тему разговаривали, что даже ведь особо и партий нет никаких, да, вообще мировых даже, да, которые вот именно по предпринимательскому сообществу. Все почему? Потому что мы действительно, предприниматель, это человек, который сам несет свои риски, да, то есть я сама для себя, там, сделала решение, что я буду предпринимателем, я сама готова нести свои риски, мне иногда нужен совет, иногда не нужен совет, вот, поэтому и все действуют абсолютно так же. Естественно, естественно, когда эта вся ситуация более-менее стала разрешаться, когда разрешили открыться сначала стритам, да, потом разрешили открыться небольшим магазинам в торговых центрах, сейчас уже до 800 квадратных метров можно магазинам в торговых центрах работать, естественно, активность в этом же чате спала. Мы решили далеко тоже не откладывать в долгий ящик это все дело, и на прошлой неделе мы вот как раз собрались теми, кто желает, вернее, мы приглашали абсолютно всех, но вот нас, например, сейчас около, там, 70 человек, и у нас на нашей встрече было около 30 человек, да, то есть вы понимаете, уже половина занята своими делами, у них уже все хорошо, все работает, и они продолжают дальше. Другой вопрос, что кризис еще в самом начале, и что нас ждет еще неизвестно, и будет еще достаточно много сложностей, и осень будет очень тяжелая, я это изначально говорила, вот, поэтому, в общем-то, мы приняли решение, что будем действовать вместе, но все равно активность, она, знаете, такая очень, такая плавающая, тут действительно, наверное, должен быть человек, который, ну, которому больше всех надо, что ли, вот. Который всех стимулирует и подталкивает каким-то образом. Хорошо, Игорь, а вы к чату в WhatsApp и объединению как подключались? У нас получалась такая ситуация, так, Андрею позвонил, как раз перед тем, как у нас вся пандемия началась, и говорю, Андрей, что нам делать, как нам работать, как нам торговать, он говорит, вот у нас предложим Юлия, сделал такой чат, там будут поступать оперативные информации, все восстановления, все будут разъяснения, как там дальше работать, как жить, я говорю, будь добрый, добавь меня, пожалуйста, то есть нас добавили. То есть вы пришли за информацией туда, получается? Конечно, мы являемся, да, участниками вязко-торговой промышленной палаты, от этого, то есть мы обратились сразу же туда, после этого мы попали в этот чат, и нас всех закрыли. И в чате в том числе? Да, да. Но это не потому, что вы в чат попали? Да, да, среди своей пандемии, да, да, все закрыли. И получается, сразу же с этого момента в чат начались обсуждения, то есть мы начали там почерпывать всю эту информацию, это была очень, конечно, полезная такая структура именно и для нас, я считаю, и для других тоже предпринимателей в том числе. Вот так получилось. Ну я правильно понимаю, что это такое еще место психологической разгрузки, куда можно зайти, да, немножко, может быть, пожаловаться, и коллеги, по несчастью, поддержат тебя? В самом начале я, так как информации сыпалось много, я была таким неким, ну, модератором этого чата, я все-таки просила устанавливать там вот эти вот все условия, которых вот, например, в других чатах я не наблюдаю, чтобы не спамить, да. Там не картинки вот эти там слезливые, ролики и прочий там спам, мы именно общались с точки зрения информации именно по делу. Это сейчас уже мы можем там себе что-нибудь позволить чуть-чуть похихикать, но, кстати, за эти три месяца, видимо, привычка сформировалась, у нас все равно все в основном идет в этом чате по делу, да. То есть больше такая профессиональная информация, нежели какие-то картиночки и шутки. Ну я думаю, что здесь психологически само ощущение вот этого... Единения? Да, потому что ты не один, а ты в части сообщества. Более того, ты чувствуешь от этого сообщества поддержку, потому что действительно там делились информации получаемые, делились какими-то там решениями, которые предпринимались. И здесь психологически было важнее там не проэмоционировать в чате, да, а просто ощущать свою сопричастность к тому сообществу, которое действует сообща, что называется. И для нас, например, как для ТПП, это был, несомненно, в первую очередь, канал распространения информации, потому что не обзвонишь каждого и каждому не скажешь, что можно то-то и то-то, или там такой вопрос. Здесь это происходило оперативно, во-первых. А во-вторых, для нас это был канал получения, собственно говоря, фактуры, с которой мы потом работали. По аргументации для правительства области относительно выхода из режима ограничительных мер, потому что реально по торговым центрам Кировская область, там, ну, одна из первых в стране, которая открыла, там, тот же Татарстан, например, ТЦ закрыта до сих пор. И здесь аргументы как раз с точки зрения позиций бизнеса, объяснения, почему, например, торговые центры, мы объясняли, что это объекты, на которых обеспечить цене соблюдения санитарных норм проще и эффективнее, нежели чем в небольших магазинах. Продуктовых, например, да? Ну, любых, да. И эта аргументация была услышана, и, собственно говоря, там, когда еще до перехода даже на второй этап, который предполагает открытие ТЦ, открыли, да, дальше мы работали уже, собственно говоря, с предпринимателями, с торговыми центрами в режиме того, там, декларирования, соблюдения, да, и демонстрировали, там, власти, что, там, обращаясь с просьбой открыть, мы впоследствии, там, обеспечиваем ответственное отношение к, там, той деятельности, которую реализуем. Что я должен сказать, что у нас такой же чат есть и для торговых центров, и с ними мы тоже эту большую дискуссию... Но там чат или ассоциация тоже? Нет, там чат, информационная площадка. Да, у меня таких групп, там, по отраслям достаточно много, потому что есть группа для членов ТПП в целом, где общая информация есть, отраслевая, где мы как раз собираем ту фактуру, с которой работаем. Поэтому эта пандемия показала эффективность этих каналов, мы будем их сохранять и развивать. Ну, а вот в части, там, предприятий розничной торговли в ТЦ мы действительно предложили им такую легкую формализацию этих взаимоотношений, потому что, Дарья, к вашему вопросу, проблемы-то не заканчиваются. Это сейчас вот легкий период оптимизма будет присутствовать. Сейчас все вздохнули радостно. Да, дальше действительно наступит осень, которая будет очень непростой. Дальше будет 21-й год, когда отменяют ЕНВД, в принципе, и переход на УСН. И, знаете, это вот, я люблю цитировать нашего недолгого земляка, там, Салтыкова-Щедрина, который сказал, что власть российская должна содержать народ свой в состоянии постоянного удивления. Цитата его. И, собственно говоря, власти это с тех пор удается с большим успехом. Иногда думаешь уже, ну, больше-то нечем удивиться. А, нет, раз, и еще что-нибудь найдут. Поэтому проблема не закончится. Понятно, что, как я уже сказал, конверсия не стопроцентная, да, там, но мы-то понимаем, что там будет какой-то костяк, который будет этими вопросами заниматься. И так происходит всегда. Потому что это требует достижения определенного уровня самим предпринимателем, самим бизнесменом. Это происходит ровно тогда, когда он понимает, что для того, чтобы его бизнес развивался или по очищению там даже просто сохранился, ему надо влиять уже не только на свой бизнес, но и на условия, в которых общий бизнес ведется. Вот те, у кого это понимание есть, они, собственно говоря, там и будут заниматься этим. Остальные будут постепенно подтягиваться и подключаться. Но я очень надеюсь, что с точки зрения последующих там непростых ситуаций и времен, в которые мы входим, да, мы будем более готовы к этому, нежели чем были в этот раз. Смотрите, да, вот по поводу даже той же самой информации, вот с постановлениями, с этими, это вот еще вам повезло, да, что называется, что у вас был этот чат, куда своевременно скидывались эти документы, потому что мы все помним, как это делалось. То есть поздно вечером правительство выпускало чрезвычайное постановление, которое, как правило, касалось уже следующего дня. И представители, например, малого бизнеса, то есть это была постоянная паника где-то в социальных сетях, то есть люди писали и нам там, помогите где, что, что завтра, мы открываемся, мы работаем, мы работаем. Тоже историю с торговыми центрами, когда был большой вопрос, постановление пишут с таким птичьим языком, что никто не понимает, как расшифровывать, да, и был вопрос, все-таки открывают торговые центры, в которых магазины по 400 метров, или сами торговые центры 400 метров, нам этот вопрос даже юристы наши задавали. То есть вот настолько все было непонятно. У вас, кстати, есть расшифровщик постановлений в ассоциации? Человек, который сидит и объясняет, что бы это значило. Переводит на нормальный язык. Ну, мы обычно к Андрею Леонидовичу обращаемся, он говорит, ждите разъяснений. Нам команда их дает. Да, да, да. У меня еще такой вопрос. А вот все-таки ассоциации, я смотрю, объединяет людей совершенно из разных, получается, там, да, сфер. Из разных товарных групп. Из разных товарных групп, да, совершенно верно. Вам это не мешает? Ну, все-таки, вот, мне кажется, проблемы, там, у предпринимателей, которые занимаются одеждой и обуви, у предпринимателей, которые занимаются, там, товарами для ремонта или товарами для дома, да, как Балерс, ну, вот, во многом, они немножко разные или одинаковые проблемы? Да нет, я думаю, что розница, в принципе, без разницы, что это будет, даже, возможно, там, и продуктовая в том числе, да, потому что все равно арендные отношения, они примерно, там, одинаковые, там, налоговые режимы, да, у нас всем известны, в общем-то, проблемы одинаковы. Другой вопрос, что если уже другую сферу подключать, вот я, например, счастливый обладатель всей запрещенки, у меня еще и общепит есть, вот, то здесь я все-таки наблюдаю другую специфику, да, и когда мы говорим о том, что если к нам в чат, например, объединять еще общепит, да, или вообще мы думали о том, что это ассоциация просто малого бизнеса, да, в городе Кирове, там, микро и малого бизнеса, вот, то здесь уже специфики очень много различные, я могу сказать точно, что у общепита другие головные боли, и, возможно, наверное, там, это будет сложно очень с точки зрения организации, потому что, ну, вариантов и развитие событий может быть абсолютно разное. А вот смотрите, а есть смысл объединяться предпринимателям действительно из разных сфер, вот, в какие-то подобные ассоциации, ну, возможно, на волне, там, этого кризиса, чтобы в дальнейшем решать какие-то проблемы, потому что у нас все равно как-то все, вот, по большей части одним, одним днем, да, то есть, вот, я живу, вот, в данный момент я зарабатываю деньги, там, а то, что оно дальше, и кто там дальше, как, горя, оно все синим пламенем, а здесь... У нас обычно тактика, а не стратегия, если я не буду, ну, то есть, вот, мы вот что-то... Даже просто с точки зрения проработки каких-то, действительно, там, законодательства, каких-то предложений, да, чтобы были люди, кто мог бы обращаться там напрямую также к правительству области, высказывать, что вот это нам нужно, а это нет. Ну, мне кажется, вот, наша ассоциация именно розничной торговли, чем она хороша у нас, вот, как Юля сказала, у нас одни интересы, одни проблемы, одни головные боли. А предположим, если из разных сфер объединяться, мне кажется... Нет, не в одну, а всем сферам... Нет, вот всем сферам в одну объединиться, это можно в рамках Вятской торгово-промышленной палаты. Так это и есть, наверное. Вот это как раз у нас... Да, мы и есть такое объединение. Такое объединение у нас уже есть, а вот именно эта стация, это именно вот такого узкого целенаправленного профиля. Так, в таком случае вопрос. А почему именно на базе Вятской торгово-промышленной палаты? Ну, то есть, это что-то дополнительно дает? Понятно, что там у Андрея Леонидовича, наверное, есть выходы, и вы же были вхожи на все эти совещания, да, волшебные, где принимались решения о том, кому открыться, а кому еще посидеть без работы. Вот, то есть, через вас вы такой, как бы, ну, человек, который доносит позицию. Это первое. Второе. Какие ресурсы у Вятской торгово-промышленной палаты есть, которыми предприниматели могут воспользоваться? Вот это ассоциации. Ну, смотрите, деятельность ТПП, в принципе, за весь период нашей истории одним из основных направлений имела создание отраслевых сообществ. Потому что, как бы мы ни разбирались в вопросах бизнеса, мы все равно не настолько погружены в отраслевую специфику, как сами предприниматели. И для нас это принципиально важный формат. То есть, у нас есть достаточно большое количество комитетов, ассоциаций по различным направлениям деятельности. И мы всегда, в первую очередь, там, при возникновении каких-либо вопросов адресуемся к этому сообществу, чтобы с ним коммуницировать. Там, по рознице такого не было. И вот здесь, там, на базе пандемии это возникло. Какие ресурсы? Ну, во-первых, действительно, это выстроенные взаимоотношения, там, содержательные, конструктивные с органами власти. Начиная от контрольно-надзорных органов, заканчивая, там, правительством области, администрацией города, да. Это возможность донесения той позиции, того мнения про предпринимателей, которое в рамках сообщества сформулировано. Второе, ну, организационный ресурс. Мы просто сами, там, по себе являемся, там, структурой, которая в состоянии взять на себя все орг-вопросы, начиная, там, от поддержки тех же самых групп и толкования тех или иных нормативно-правовых актов, заканчивая тем, что у нас физически есть где собраться, мы готовы, там, такую возможность предоставить, да. То есть весь комплекс организационных вопросов, вопросов сопровождения, вопросов представления. В таком случае вопрос. Если, например, нужны компании или предпринимателю, нужна помощь юриста, допустим, или какого-то консультанта по налогам, или еще кому-то, вот эта вот ассоциация, человеку, который в ассоциации состоит, возможность воспользоваться вашими, там, да, кадрами дает? Конечно, конечно. Ну, смотрите, мы, опять же, мы, там, для себя 25 марта, там, приняли принципиальное решение, там, не делить на тот момент, там, предприятие на членов торгово-промышленной палаты, не членов торгово-промышленной палаты, да. Мы помогали всем, консультации давали всем, мы, там, в той же, там, группе розницы в чате, да, там, членов палаты, может, ну, там, 5-6, как бы, компаний, да, которые состояли на тот момент, сейчас часть из них решила... То есть, меньше 10% получается, да? Ну, факт, да, сейчас часть из них решила по итогам вступить. Нет, почему, сейчас вот у нас, как раз, там, подают заявление, то есть, мы, там, два месяца этот вопрос не поднимали, сейчас предложили, потому что мы готовы предложить комплекс услуг тем, кто будет, там, тем, кто является членами палаты. И те, кто поняли, в чем, собственно говоря, суть вот этих отношений с ТПП, в чем дополнительные возможности, те для себя, там, такое решение приняли. Мы и дальше продолжим работу со всем бизнес-сообществом. Но здесь надо понимать, я всегда привожу это в пример, члены палаты, конечно, имеют некий приоритет с точки зрения отработки их обращений, получения консультаций и оказания услуг. Это то же самое, как, ну, скажем прямо, там, постоянный покупатель, да, в той же рознице. По идее, все покупатели, которые к вам приходят, они для вас равны. Ну, в общем, есть те, кто... Но некоторые у них не играют. Те, кто имеют определенный приоритет. Ну, поясню, с чем это связано. Почему для нас важна членская база, причем такая разнаторцливая. Это два момента, легитимность и репрезентативность. Потому что, когда мы приходим в правительство области на те же штабы и говорим, например, от имени, сейчас приведу там, в пример, торговые центры, да, когда мы по законопроекту аналоги на имущество представили результаты их анкетирования, в котором было сказано, что в государственной регистрации там провели только 3% от общего количества договоров. Понятно, что наши цифры были приняты, и было ясно, что в таких формулировках закон работать не будет. Поэтому, когда мы формируем вот это профессиональное сообщество, для нас важна его репрезентативность. То есть мы приходим и говорим, что это мнение там 70, условно говоря, там предприятий. Нас слышат. А если это будет там одно-два предприятия, тут как бы уровень поддержки снижается. Прерваться нам нужно на полторы минуты реклама. Продолжаем дневной разворот. В нашей студии Андрей Юсенко, Игорь Булдаков, Юлия Долгаршиных. Мы говорим, ну говорили мы до перерыва об объединении предпринимателей и предпринимателей торговой розницы в ассоциацию на базе Вятской торгово-промышленной палаты. Ассоциация будет помогать и помогает в решении каких-то проблем и задач. Но поскольку вот сейчас пока мы на таком перепуте, что ли, то есть у нас не очень понятная ситуация. После карантина вроде бы все открылись, но при этом все предприниматели ожидают того, что может быть хуже, чем было в марте. Я бы наших гостей попросила все-таки ожиданиями поделиться. Вы вообще предполагаете, ну вот с чем вы столкнетесь в ближайший год, там полтора года, два года, десять лет? Какие планы? Ну, на десять лет я планировать не стала бы уже сейчас. В России вообще мало кто отваживается. Да, но смотрите, мы начали работать розницей с 9 июня. Я могу сказать, вот вчера я подводила итоги июня. Что на сегодняшний день мы видим? По выручке падение 30% к прошлому году, по трафику падение 55% к прошлому году. 55%, то есть, грубо говоря, 45% июньского вот этого куска, да, не целого июня к нам вернулось. Понятно, что показательным будет месяц июль, когда будет проработан все-таки полный месяц, да. Что мы видим сейчас по рознице? Люди идут, но такое ощущение, что идут по привычке. То есть, есть привычка ходить по торговым центрам, провести как-то время, но так, чтобы вот прямо что-то покупать, совершать покупки, необдуманные покупки, да, как это раньше было. Сейчас такого стало значительно меньше, то есть, идут целенаправленно. И осталась некоторая боязнь вот этих вот крупных помещений, людей, да, без масок, либо в масках, наоборот, пугает это. То есть, ну вот, есть такая некая внутренняя, мы ощущаем, мы видим это по нашим покупателям, по тем людям, которые к нам заходят, что есть какая-то некая напряженность, да. Если мы говорим про общепит, ну здесь вообще, конечно, я просто затрону мою любимую тему, здесь вообще очень маленький такой, так скажем, кусочек еще отработали всего с 25 июня, и вот тут вообще грусть. Я тоже об этом уже говорила. Мы так долго формировали культуру кушать мне дома, проводить встречи, проводить дни рождения, какие-то праздники, события, просто поболтать с подружкой, не готовить дома, да, просто поужинать где-то, что за три месяца, конечно, мы опять откатились далеко назад, мы потеряли опять вот это вот все, и сейчас восстанавливаться сфера общепита будет дольше, чем сфера розницы, это мы понимаем. Также сферу розницы очень сильно подкачала тема с онлайн-покупками. И, конечно, мы понимаем, что вот эти крупные федеральные сети, которые в период карантина просто-просто сходили с ума от счастья вообще, что такое произошло, эти все вайлбери, сломоды и все прочее, да, я видела, как у пунктов выдачи стоят очереди. В самый такой сложный период, когда вот всем говорили, вообще, когда все не работали, и вот ту неделю, когда нужно было сидеть дома, люди стояли в очередях у пунктов выдачи. Это тоже, конечно, нас подкачало, и я тоже тогда говорила о том, что, ребят, вот, например, у нас там тоже была доставка, пусть она такая была самодельная, так скажем, да, по городу Кирову, но я говорила о том, мне говорили, да я лучше закажу вот там-то, мне придет там через три дня, но там будет дешевле. Я говорю, все круто, только налоги платят... Не они, и не здесь. Да, и не здесь, и рабочие места предоставляют, не они, и не здесь. Я понимаю, что если у человека остро стоит вопрос в деньгах, да, вот, то, естественно, наверное, он сделает выбор в пользу как раз вот электронной такой площадки. Я всегда работала в сегменте средний, средний плюс, вот, вот, я понимаю эту аудиторию, да, я знаю, как она работает, и слава богу, большинство мне сказали, что этот период был мучителен, потому что, ну, люди не привыкли, особенно вот у меня есть мужская аудитория, да, люди не привыкли там, ну что там, он три костюма себе закажет, и будет, чтобы курьер ждал его там у двери, пока он перемеряет эти три костюма. 15 минут, между прочим, ломот отдаёт, например. Да, Господи, никакой мужчина этим заниматься, заморачиваться не будет, он лучше дождётся, пока магазины откроются, да, вот, поэтому, конечно, здесь пострадают достаточно серьёзный совсем сегмент масс такой, да, именно наш кировский, потому что действительно проще будет заказать, подождать там пару-тройку дней, хотя я всем говорю, что транспортные достаточно увеличились, нагрузка очень серьёзная, и поэтому далеко не за два-три дня там приходят определённые вещи, вот. Но всё-таки средний сегмент, он, конечно, будет продолжать, если только этот средний сегмент, его тоже не сильно очень подкачнул этот кризис, и уже тоже стоит острый вопрос в ценообразовании той или иной вещи. Вот, вот, вот я вчера подвела итоги такие, так скажем, меня безумно радует, что наконец-то идёт хоть какая-то выручка. Ну, потому что, вы представляете, я 9 лет работаю, и как бы, ну, у меня даже в мысли никогда не было, что у меня будет на расчётный счёт ежедневно поступать ноль. Ну, а как? А обязательства-то все от меня никто не убирал, да, то есть абсолютно все, и начиная от персонала, заканчивая там кредитными определёнными обязательствами. Вот, поэтому меня радует каждый день, каждый день я открываю свой расчётный счёт и смотрю, что, господи, слава богу, мы работаем. Но когда начинаешь сравнивать с прошлым годом, да? Ну, естественно, да, я всё абсолютно анализирую, все смотрю цифры, и вот вчера я подвела итоги и посмотрела, что да, конечно, неутешительно, поэтому то, что пугают нас там второй волной, тут, знаете, 50 на 50. Вчера разговаривала тоже с достаточно серьёзным человеком из Москвы, вот, он мне рассказывал о том, что, говорит, Юль, вероятнее всего, вероятнее всего, вот прям закрытия такого, ну, наверное, не будет, да, вот, но проблемы они будут, то есть всё равно ещё мы будем долго жить в этих масках, в этих перчатках, да, с этими антисептиками и там... Ну, если всё же будет, да, какое-то закрытие, к этому вообще возможно подготовиться? Вот та пресловутая подушка, о которой все говорили, и которой по итогу ни у кого не оказалось, да, то есть тут её и не наработать. Ну, сейчас, да, сейчас о накоплениях говорить, наверное, как-то вообще очень сложно, потому что сейчас нужно закрыть вот это всё то, что три месяца мы не работали, и как-то восстановить более-менее, и с персоналом разобраться, и, ой, поверьте, с персоналом это вообще очень интересная вещь. Три месяца, когда сидишь дома, а потом выходишь на работу, ну, что-то как-то вообще не весело. Мы же знаем по себе, там, две недели в отпуск съездишь, да, потом ещё две недели восстанавливаешься после этого отпуска в себя приходишь. А тут, если так посмотреть, три месяца сидел дома, три месяца надо восстанавливаться, а тут мы сразу же понеслись и начинаем работать в жутком режиме. Поэтому здесь тоже очень такая вот... Это отдельная тема для заседания ассоциаций, мне кажется. Как работать с персоналом, который выключился из рабочего процесса. И как его включить? Игорь, как у вас? У нас получилось так, что, конечно, слава богу, что мы все открылись. То есть это, несомненно, радует. За это время у нас была организована онлайн-доставка. Ну, все прекрасно понимают, что или онлайн-доставка, или покупки, которые совершённые вживую, они всё равно не приносят только выручки. То есть на прежний уровень, конечно, мы не вернулись. То есть и мы будем, ну, поработать для того, чтобы вернуться на данный прежний уровень. А насчёт того, что ожидается ли вторая волна, об этом даже страшно представить. Только все открылись, вроде бы всё хорошо. Будем надеяться на то, что так же будут у нас все люди соблюдать масочный режим, как и у нас в магазинах. То есть и продавцы, и масочный режим, и антисептики везде повешены, обработка рук, обязательно санитарная очистка. И, в общем-то, будем стараться. Ну, вот то, что часть бизнеса перевела часть своей работы в онлайн, как-то планируете продолжить это? В этом направлении останется в этом страшном прошлом? Данный канал мы сделали, грубо говоря, да. И теперь он всё равно остаётся. То есть это будет отдельно как бизнес-единица. И для тех, кому это удобно, то есть заказывать, не прямые покупки совершать, а именно заказывать через интернет или по телефонному звонку. То есть мы, конечно, будем оставлять этот бизнес-канал. Но он не может стать основным, я так понимаю, для розницы, нет? Для розницы нет. Для некоторых товарных групп, конечно, он может стать основным, но, предположим, для товаров для дома, которые нужно пощупать, потрогать, посмотреть. Он, конечно, не заменит живого присутствия в магазине. Да, совершенно нет. Андрей Леонидович, ещё вопрос. А ведь вот сейчас мы говорим о таких прикладных вещах, а ведь есть ещё вещи, которые не денутся никуда там в следующем году. То есть вы начали с этого, да, там у нас и изменения... У нас целый ряд изменений. Это изменения налоговых режимов. Потом надо понимать, что к концу осени закончатся все отсрочки, которые были предоставлены. Со вчерашнего дня закончился мораторий на налоговые проверки. В этом году появляется налог на имущество у как раз помещений торгового, офисного назначения, о котором многие вообще ещё не знают. А со следующего года планируется рост ставки налога. Поэтому, Дарья, ещё раз возвращаясь к вашему вопросу, проблемы не заканчиваются, и я пока там не вижу перспектив их завершения. Поэтому те предприниматели, которые уже и за этот период, например, и раньше почувствовали, что сообща решать эти проблемы проще и эффективнее, они там продолжат в таком режиме функционировать. Да, многие уйдут опять в своё спокойное, такое замкнутое существование в рамках своих вопросов. Но мы давно этим занимаемся и давно понимаем, что там правило 80 на 20 работает и здесь, да, а может даже 90 на 10. Те 10 процентов предпринимателей, которые занимают активную позицию, формируют условия для большинства. Но это большинство должно понимать, что, как и положено в демократии, собственно говоря, те, кто принимает участие в процессах, те, влияя на них, преследуют в первую очередь собственные интересы. Не обижайтесь потом, если были неактивны. Ну, мы желаем всё-таки побольше позитивных поводов для вашего объединения и для каких-то там и собраний, и встреч, и всего остального, всё-таки хотелось бы, чтобы, ну, хотя бы, может быть, не 50 процентов, но чтобы процентов хотя бы 30 из тех поводов, по которым вы собираетесь, они были такими радостными, да. И я, кстати говоря, ещё, Андрея Леонидовича, я не правильно понимаю. Ну, и собираетесь уже в кафе, в ресторан. Да, действительно, уже. Соблюдай дистанцию. Уже пора, да. Андрей, 100 дней президентства сегодня или нет? Или я ошибаюсь? Да? Нет? Не считал. Честно, не считал, потому что, мне кажется, эти 100 дней, там, года стоят в спокойной жизни. То есть вы поняли, во что ввязались. Вступить в должность 25 марта, в день объявления первых там мер ограничения, было, конечно, как гром среди ясного неба, и много что произошло за этот период, но я считаю, что для меня это было хорошей возможностью, там, действительно, содержательную работу показать, и результаты этой работы мы, собственно говоря. пожинаем сейчас в виде, в том числе, там, объединения предприятий розничной торговли. Спасибо большое нашим гостям. Андрей Юсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты, Игорь Булдаков, представитель компании «Балерс», Юлия Долгаршиных, руководитель группы компании «Юлия Долгаршиных». Мы будем с вами связываться, будем на связи периодически, да, встречаться, либо в эфирах, либо по телефону. Первый час разворота на этом завершаем. Через 20 минут вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова